привет друзья ну вот я всем вам напоминаю что находитесь вы сейчас в моем видеоблоге или в плейлисте как его называют ю тюбе который называется музыка ссср вот эта картинка пожалуйста взгляните и отсчет времени о котором я здесь рассказываю начинается еще заметьте с 1957 года всем кому это интересно или кто в первый раз смотрит мою передачу может просмотреть все события по годам а сегодня речь пойдет о 1973 годе и я решил показать всем вам фрагменты видео из моих предыдущих журналов где я освещаю события ну более длительного периода это приблизительно начиная с 70 по 73 год давайте вместе посмотрим что же там было пожалуйста надо отметить тот факт что к тому времени появилось достаточно много популярных песен для детей композитор владимир шаинский написал песенку о крокодиле гене значит голубой вагон и так далее я сейчас не буду показывать все это вам так как эти песни оказались достаточно и живучими и все вы хорошо знаете на западе все хиты называют evergreen что в переводе означает ну как бы всегда зеленые то есть неубиваемые хиты также нельзя не вспомнить мультфильм бременские музыканты и двух замечательных певцов муслима магомаева который спел прекрасную замечательную песню труба дура и олега анофриева который удивил всех своими вокальными данными он так изменял во время записи свой голос по тембру по характеру по настроению что ему удалось создать разных героев в этой замечательной картине также были записаны новые песни композитора давида тухманова он выпустил на фирме мелодия диск гигант как прекрасен этот мир куда вошли песни ну как бы объединенные общей концепции в записи в основном принимали музыканты из ансамбля веселые ребята но также александр градский юрий антонов который был первым исполнителем песни как прекрасен этот мир пожалуй я бы назвал более популярной именно эту песню многим нравилось также песни жил-был я в исполнении александра градского и все же самым хитовым хитом 1973 года была песня юрия антонова вы меня спросите какая а давайте послушаем фрагмент в исполнении александра барыкина и вы все сразу поймете но в дополнение ко всему я скажу что по моему личному мнению вот именно эта самая аранжировка этой песни оказалась наиболее удачной о чем говорит такое умиленное радостное лицо юрия антонова во время исполнения этой песни кстати говоря как я уже отметил юрий антонов был первым исполнителем песни тухманова как прекрасен этот мир и все же на мой взгляд записанный трек с ансамблем веселые ребята более убедителен так как именно этот вариант песни но если так можно выразиться пошел в народ еще в 1971 году композитор александр николаевна пахмутов вместе с поэтом николаем добронравовым написали песню которую назвали надежда всегда была извечная проблема авторов кому же дать свою песню свое детище в первое исполнение первому исполнитель в начале они представляли свою песню как вариант для мужского голоса и поэтому первым исполнителем был некий юрий пузырёв актер мхата это авторов не устроило и они предложили спеть песню знаменитому певцу в то время иосифу кобзон ну уж какие причины были у кобзона отказаться мне не известно и тем не менее он это сделал отказался и вот как раз в 1973 году редактор фирмы мелодия анна качалина послала варшаву анни герман несколько новых советских песен среди которых была и вот эта самая песня надежда герман в то время только только оправилась от страшной автокатастрофы и увидев надежду сказала я ее буду петь во что бы то ни стало ну и приехала в москву записала эту песню на фирме грамзаписи мелодия фактически исполнение анны герман стала единственным классическим вариантом этой песни кстати говоря у советских и российских космонавтов песня надежда была своеобразным талисманом у них стала традиции слушать песню перед каждым полетом это очень даже известный факт и вот еще один курьез связанный с этой песней в 1975 году но уже позже песня надежда стала лауреатом песни года но спеть ее в концертной студии герман не смогла у нее не получилось приехать в москву и песню эту тогда исполнил муслим магомаев ему пришлось исполнять ее несколько раз зрители просто не давали объявить следующего певца впоследствии анна герман несколько раз снималась на советском телевидении с песней надежды но обратите внимание по личному приказу председателя госкомитета по телевидению радиовещанию одиозная фигура такая была лапин эти записи были размагничены разумеется я осветил далеко не все музыкальные события этого года а поэтому мне придется о них рассказать в следующем выпуске моего журнала как всегда всем вам напоминаю о том что я появляюсь в эфире регулярно по вторниками пятницам 18.00 подписывайтесь пожалуйста и с колокольчиком а чтобы понемногу как говорят быть в теме понемногу просматривайте все мои видео видео блоги плейлисты вот этот музыка ссср относится к истории эстрады в нашей стране начиная с 1957 года но есть также песни саксофон а также мои авторские песни а мои путешествия и гастроли а также о всяком разном и каверы ну и вдобавок еще журнал music sky музыкальное небо вот пожалуйста посмотрите ну что ж друзья увидимся всего вам хорошего пока